Ну, Руби Роуз, ну так же хорошо все начиналось, а? Руби Роуз ассоциируется с качественной недорогой косметикой, стойкими духами, стильной бижутерией. Вот с чем у вас ассоциируется Руби Роуз? Здравствуйте! Все детали моего макияжа будут в описании. Сегодня, ребята, у нас тест этого, как зовут, Руби Роуз. Все это дело я купила на Вайлберис. Я тестировала Руби Роуз так иногда рандомно, а сегодня у нас все лицо. Заколка, мода, женщина, океан, 2000, пусть будет 18 в этот раз. Ребята, я вас опять обманула. А тут не все лицо, у меня тушь другая, помада другая. Ну, ладно. Пролеты я не сняла, потому что как-то смысла не вижу. Тон у нас сегодня вот такой. У меня он уже был. Я, кстати, половину использовала, потом его отдала. У меня оттенок один, поэтому придется смешить его с затемняющими капельками от Зина. Их я брала в золотом яблоке. Оттенок у меня 601. Вот эту палеточку я купила. Она пришла разбитая. Я только что ее спрессовывала очень долго. Я не знала, что она битая пришла, потому что она пришла, когда меня, к сожалению, в России не было. Хайлайтер тоже был, но в другом оттенке. До этого мне пришел, кстати, битый хайлайтер. Фудра Рубероус. Лайнер вот такой. Тушь Wet n Wild. У меня такое ощущение... Очень, кстати, странное ощущение, что Influence Beauty за мной наблюдает. Так, ну ладно, тушь протестируем. Еще я обнаружила, что у меня, оказывается, есть еще одна палетка, но это не этот самый, не Рубероус. Это Флёр. Ну, не знаю, ребят, поглядим. Может, в другом видосе вам ее покажу. А пока давайте начинать. Так, надеюсь, что вам меня прекрасно видно. У меня тут еще праймеры есть от Аллы Рудковского. Поэтому, может, протестируем что-нибудь. Мне так неловко, что мне все праймеры отправили. Не знаю, почему мне неловко. Я просто редко получаю пиар от инди-брендов. Почти никогда. А тут мне отправили еще и кисти. Не знаю, что мне неловко. Мне отправили за то, что я правдивые обзоры делаю, наверное. Ну, окей, чего я вам говорила? С тону начнем. Я уже его тестировала. Тут написано, что он cruelty-free, не тестирован на животных, сделан в Китае. В нем 29 мл Рубероус. Какого хера не 30? Рубероус это достаточно старый бренд. Кстати, мне интересно рассказать вам его историю. Я вот тут ищу, и написано, что Рубероус это австралийская модель. И она родилась в 1986 году. Ага, непонятно, короче, когда создан был Рубероус. Пока в соседнем окошечке тон буду наносить, ребят, прочитаю вам историю Рубероус. Непонятно, когда она была создана, но написано, что примерно в 80-х годах прошлого века. И изначально страной-производителем могла быть Канада, но затем занялась Россия, Польша, Франция, Китай и другие страны. Косметика, философия Рубероус это не просто средство для макияжа. Мне интересно, для чего. У них даже есть парфюмерия, в нее входят дезодоранты и туалетная вода, бижутерия. Есть сумки, аксессуары для макияжа, но это ладно. Уход за полостью рта. Jesus Christ! Окей, косметика у них есть весь ассортимент, это нам понятно. Рубероус ассоциируется с качественной недорогой косметикой, стойкими духами, стильной бижутерией. Вот с чем у вас ассоциируется Рубероус? У меня, например, с дешевой косметикой почему-то из 90-х. Ну окей, это бренд, который таит в себе загадку и на протяжении 40 лет является неизменным фаворитом на рынке декоративной косметики. По всему миру масса поклонников у него есть, ну ладно. В советское время это была одна из самых популярных и доступных фирм. Вот по словам моих родственников, например, в советское время все, что у них было, это ничего. Они покупали тени у цыган на рынке в шашечках, и это были тени просто распрессованный мел. Так что, не знаю. Все равно остается неизвестным, кто же стал родоначальником этой косметики. Ну вот я вам уже сказала, что Канада могла быть. Большое разнообразие средств позволяет подобрать наиболее удачный оттенок и подчеркивает особенности любого образа. Ну знаете, я бы не сказала, что прям вот Ruby Rose такой популярный сейчас, во всяком случае. Главным достоинством, по мнению женщины у этого бренда, является цена средств. Ну да, скажу, что она действительно низкая, и она настолько низкая, что некоторых даже отпугивает данный факт. Тут так и написано. Разнообразие оттенков привлекает. Тут такая палетка, бля, я надеюсь, я ее на монтаже вставлю. Палетка вообще трэш. Тут разнообразие оттенков, но я бы не сказала, что она довольно-таки большая. Хорошие отзывы получают лаки для ногтей, которые производятся в Европе и в Америке. Есть еще Golden Rose, ну это мы с вами уже вроде бы обсуждали. Ну короче, непонятно, кто создал у нас Ruby Rose. Интересно, такой действительно бренд, окутанный тайной. И у меня почему-то ассоциация как с флёр косметикой. Такой вот немножечко очень бюджетный формат. Кстати, на Тоне есть даже вот эта штука. Прикольно, иначе никто не вскрывал до меня. Окей, спасибо. Вроде бы, ребята, свой оттенок намешала. У Тона очень странный аромат. Он пахнет таким мылом каким-то. Цветочная у него такая отдушка. Очень хорошо нанесся. И у меня сегодня бьюти-блендер, потому что я перебрала с тоном. А бьюти-блендер все очень хорошо разнес. Но в последний раз бьюти-блендер вот этот я покупала вроде в начале 20-го года. Мне больше не надо. Это я нашла свои спонжи дешевые от Джуна, хорошие. И мне очень нравятся. Сегодня я пью монстр. Так, мне надо наносить консилер. Ну, давайте без консилера обойдемся. Я просто вот так тон нанесу под глаза, и всё. Почему мне консилер? Только брови вырежу. Глаза тон нанесу. Ничего страшного от этого не станет. Окей, я тон не ощущаю. Ровно как и в 2019 году вроде бы я его тестировала. Он мне также нравится. Он очень бюджетный, плотный. И по покрытию, вообще по тому, как он выглядит, похож очень на Maybelline Superstay 24 часа. Вообще, ребят, один в один. Однако к концу дня они выглядят по-разному. То есть, если Maybelline в разные дни с разными пудрами может к концу дня выглядеть просто идеально, а в другие дни может выглядеть как глина, особенно если я переборщу и смотря, куда я ходила, что делала. Вот от этого зависит то, как я выгляжу к концу дня. Но чаще всего выгляжу хорошо, потому что у меня кожа нежирная. И с Maybelline она в конце дня выглядит нормально, не прям ужасно. То с этим тоном я не помню, как он к концу дня выглядит, честно. Но вроде я не припомню каких-то огромных проблем. Потому что были бы проблемы, я бы их припомнила. И я использовала половину, а потом отдала своей подружайке. Потому что у меня много тонов, и мне жалко, что он просто лежал у меня, и я почти им не пользовалась. У нас время пудры. Пудра сегодня вот эта. Ruby Rose Compact Powder. Точнее, Powder Compact. Оттенок у меня 5. 10,5 граммов. Окей, хорошо. Там что-то шевелится. Ой, это и зеркало. Зеркало очень качественное. Спасибо, Ruby Rose. И мне дали вот такой спонжик. Он очень плотный, кстати. Упаковочка вообще очень дешевая. Прям супер дешевая. Я, кстати, не могу достать пудру. Ребят, у меня пудра застряла. Теперь понятно, почему. Все развалилось. Ну, Ruby Rose, ну так же хорошо все начиналось, а? За что? Ребят, на эту часть лица я попробую нанести пудру спонжем. Но он настолько плотный. Я таких плотных спонжей, ого, еще никогда не видела. Он, наверное, даже подойдет как, знаете, Powder Foundation. У меня тут тон снялся или это пудра другого цвета? Понять не могу. Не, он слишком плотный. Наносит пудру немного неравномерно. Видите? У меня такие пробелы. Сейчас у меня будет здесь такая пудровая зона. Но я имею в виду слишком-слишком запудренная. Поэтому я, наверное, спонжек уберу. Возьму кисть свою. У меня это Mary Kay. Вот Mary Kay кисти у вас хорошие. Пудра, кстати, активно так набирается. Посмотрите, лучше взять кисть понежнее. Тон этот матировать не обязательно. Вообще любой тон, ребят, не обязательно матировать. Это просто мне надо, чтобы у меня был матовый холст. Видите, как хорошо заматировала лоб сияет. А тут вообще матовая вечеринка. Мне кажется, я ее до конца добью. Я себе ее оставляю, потому что это шикарно. Правда, оттеночек для меня сейчас светловат. Но ничего. У меня лицо быстрее всего отбеливается. Кстати, видела мысли такие, что вы думаете, что у меня теплый потон кожи, потому что я быстро загораю. И что я из себя стараюсь делать холодную даму. Но это не так. У меня с лица быстро уходит загар, только потому что, ребята, я делаю... Я делаю минимум 2 макияжа в день. Максимум 5, особенно если я снимаю. А если я не снимаю, то минимум 1. И когда я смываю косметоз, я беру не только масло для снятия макияжа. Я беру еще и пенку. Могу взять скраб 2 раза в неделю. Кислоту могу бахнуть раз в месяц. Поэтому у меня лицо смывается намного быстрее, чем все остальное. Потому что я по нескольку раз в день его мою. Так что я не отбеливаю себя специально. Это просто особенность моей работы. Давайте сделаю сводч. У меня уже буквы RR стерлись, которые на пудре были. Вот такой сводчик. Пудра действительно, ребята, ну очень уж такая прям, знаете, силиконистая, жирненькая. Вот тут виднее сводч. Смотрите, она какая. Перекрыла мне... Перекрыла мне мои елки. Ну это что такое? Ну это очень пигментированная вещь. Она почти ничем не пахнет. Она очень силиконистая, плотненькая, хорошая пудра. Я удивлена, что, блин, в бюджетной косметике, Ruby Rose это именно бюджетная косметика, что там такое вот есть. Жаль, что, блядь, битая пришла. Ну ладно, я довольна. Очень реально такое силиконистое ощущение. Окей, я заматировалась. Мне надо отконтурироваться, теперь сделать брови. У меня для этого ничего нет. Но давайте перед тем, как я уйду, хайлайтер все-таки вместе нанесем. Я видела, что вы хвалите хайлайтер от Ruby Rose. Я говорила, отвечала, что у меня был двойной хайлайтер, вроде бы розовенький, где у меня одна половиночка рассыпалась. В этот раз мне пришел целый хайлайтер, я заказала другой оттенок. У меня это 02 Golden. Так, сколько в нем граммов? В нем 10 граммов, ребята, это много. По 5 граммов в каждом рефильчике. Ну окей, давайте нанесем. Чем мне понравился розовый? Тем, что он был такой отражающий, он текстуру не подчеркивал. Но я все-таки предпочту что-то по типу отражения Офры, потому что тут оно такое деликатное, сатинистое сияние. Мне нужно все-таки отражение. Вроде бы розовый хайлайтер был более отражающий, отражающий, если мне память не изменяет. Но вот этот тоже неплохой. Знаете, не всегда надо хайтеров отражать. Иногда надо идти и делать фото на паспорт. Просто мне завтра надо это делать, но я все равно накрашусь, как я хочу, потому что мне бесит, что в аэропорту меня, блядь, не узнают и не пропускают. Так, теперь возьму оттеночек потемнее. Может быть, он будет отражающий. Слушайте, нет, что-то он вообще есть. Его почти не видно. Ну, такой действительно едва заметный такой хайлайтер, который подойдет тем, кому ярко краситься нельзя. Но он не отражает, но он сияет. То есть типичная вещь в бюджетной косметике. Текстурку не подчеркнул практически. Ну, разве что немножко, но вообще не сильно. У меня текстуры нет на коже, так что. Но есть такие хайлайтеры, которые и там текстуру найдут, блин, и подчеркнут. Здесь почему-то отражение поярче, да, чем тут, хотя... Ну, ладно, ребята, я пойду, сделаю брови сейчас и вернусь к вам. Вот с какой палеткой мне интересно флёр вам показать, потому что чё я флёр-то купила? Я думала, это Ruby Rose. Я её купила ещё в августе, вроде бы. Давненько. По классике Marina Luxus и коробочки. Color Bar Palette. Квайчун. Ага, сделано в Китае. 30 граммов. Тут 12 оттенков, серьёзно, 30 граммов флёр. Вы чё? 30 граммов? Может, это вся палетка? Если здесь реально 30 граммов продукта, ну... Хотя бы сводчи сделаем, если что. Ох, блин, какой ужасный аромат. Вот здесь реально мыло, мыльное такое. Знаете, такая старая косметика, добротная такая вот, древняя. Вот такой аромат у неё. Ну, ладно, сделаю брови и приду к вам. Готово, ребята. Я, кстати, брови заклеила клеем от ABH. Каким клеем? Этим гелем для бровей. И он что-то вообще ни о чём. Какая-то у него слабая фиксация. А брови сделана помада этой ABH, естественно. Итак, у нас палетка. Я чё-то к ней приступать не хочу. Не знаю, по какой такой причине. Это, кстати, новая палетка Moody Tie. Окей. Зеркала в ней нет, она очень-очень лёгкая, значит, ей будет легко путешествовать. Она у меня вся рассыпалась, и мне уже надоело её чистить. Ребята, у меня вот эти четыре оттенка разбились, и вот этот очень красивый. Тут всё дело это разделено на шесть цветовых схем. Hot Girl, Mysterious, Iron Lady, Dreamer, Adventurous, No Regretting. Вот я не понимаю, если это действительно такая вот цветовая схема, да, синенькая, например, то тут одни эти самые металлики. Но как мне сочетать это дело? Также по логике тут нижний ряд весь из металликов состоит. По идее, верхний должен состоять весь из матовых. Но тут есть два вот таких сатина или металлики. Это что? Я пока сводчи вообще не делала. Я её не трогала никак. Поэтому даже не знаю, что меня здесь ждёт. Я вижу зелёный, и, конечно же, я хочу зелёный макияжик. Но как иначе? Я попробую, ребята, взять сегодня не праймер от Nars, а праймер от Аллы Рудковского. У него вышли вот эти праймеры, и это, знаете, не просто праймеры, они как бы двухфазные. Это не реклама, это просто мне их отправили, напоминаю, да. И если вы вдруг купите, их надо не просто взять и нанести, да, их надо по-хорошему встряхивать перед применением. Я возьму тот, что, наверное, посветлее. А на этом глазу попробуем сделать что-нибудь на цветном праймере. Но я считаю, что это немного нечестно и несправедливо. Делать на цветной подложке что-то, но это уже мои убеждения. Надеюсь, что я встряхнула. Конечно же, всё это дело не тестируется на животных. Срок годности 24 месяца. Это, по идее, жидкие тени, что ли? Опять infused with mango and peach extracts. Нет, eyeshadow base написано. Ну-ка, на синим что написано? А eyeshadow base, окей. Почти как у пилуи, знаете, вот эти вот цветные их базы. У меня от пилуи только белая есть. Ну да, такая база действительно очень нежная, жидкая, цветная. Я не тестировала, но я делала сводч, я еле отмыла руки. Так что скажу вам, что оно очень въедливое вся эта вечеринка. Возьму большую кисть сразу же и иду в зелёный. Возьму светлый-зелёный. Тут названий нет, спасибо. Так, светлый-зелёный. Надеюсь, что вам меня видно. Ох, у меня разъела консилер данная база. Ну ладно, она такая масляная. Ни хера пигмент. Руби Роуз. Я не помню, тестировала ли я палетки. А, когда я была мелкая, у меня была одна палетка от Руби Роуз. Там были румяшки и тенюшки. Мне, кстати, нравилось. Я активно юзала именно розовые оттуда. Потому что я раньше любила розовенькие макияжики. А сейчас нет. Сейчас я розовые не люблю. Я не знаю, что со мной произошло. Видите, меняются очень сильно вкусы у людей с возрастом. Хотя я знаю некоторых ребят, у которых вкус вообще не поменялся с 10 лет. Они так всё и живут, как бы не меняясь. Ну блин, ну тени прекрасно растушевались. Я не знаю, это праймер виноват в их такой хорошей тушёвке или что это. Мне даже страшно. Я тестировала на этом праймере. Именно вот на этом бежевом. Вот на таком я тестировала на нём уже что-то. Но я бы не сказала, что он как-то теням помог. Но Руби Роуз шок учёные обнаружили. Кстати, я купила вроде последнюю палетку. Можно сказать, успела. Я теперь понимаю, почему она последняя. Потому что, видимо, вот она битая была как раз таки. Хотя пришла в пупырки. Но видите, на нижнем уже веке не так ярко. Хотя и в принципе-то неплохо. Я вам на экран выведу стоимость, потому что я не помню, обманывать вас не хочу. Но я предположу. А предполагаю, что стоила она рублей 500. Плюс-минус 100. Может 400 там с копейками. Но не знаю, вряд ли 300 рублей. За такой пигмент. Сколько тут, кстати, продукта? Она была в такой прозрачной пластмассовой упаковочке. Ребята, я не вижу, сколько здесь граммов. Тут всё на португальском. И 0,9 граммов, короче, в каждом рефиле. А оттенков тут 3,6,9,18. Ну, в целом нормально. Почти 1 грамм продукта вам дают. Но у меня тут высыпалось всё. Поэтому... Да, но тени надо наслаивать. То есть с первого раза пигмент вы не получите. Я уже не знаю, какой раз наслаиваю. Но тушуется, посмотрите, в ноль. Ни одного пятна у меня нет. Хотя вот тут такой залип произошёл. Небольшой залипок. Так, возьму тёмный зелёный. Напоминает мне эта палетка чем-то палетку от Melt. Не помню её название. Но там тоже было примерно такое оформление. И вот я наношу зелёный. И что-то я наслаиваемости особо не вижу. Или оттенки слишком похожи. Наверное, да, в этом проблема. У меня сегодня настроение Halo Eye. I can see your halo. Что у вас есть от Ruby Rose? Вообще, вы знаете про этот бренд? Потому что, говорю, раньше я покупала в таких магазинах, знаете, где магазин, длинные там ряды. И разные стоят маленькие магазинчики. Вот магазины косметики. Там всегда Ruby Rose лежала. Я думала, вау. Ruby Rose. Я раньше в Ревикош себе не позволяла зайти. Ну, когда мне было лет 12. Я боялась. Вот так я покупала Ruby Rose. Ой, да. Красота. Чуть-чуть под тушём. У меня тут сломалось. Блин, у меня какие-то лишние брови. Ребят, sorry. Sorry. Я их до этого не видела. Ну, глубину я предала. Но я не скажу, что я довольна. Может, этим углубить. Я боюсь. Он такой, ребята, немножко бордовый. Но пигментация, конечно, для Ruby Rose. Sorry, girl. Неожиданная пигментация. Я, так как боюсь, возьму маленькую, ребята, кисть. Самая маленькая кисть у меня. Ну, вот такая. Не самая маленькая. Пробую затемнить хотя бы внешний угол. Чтобы посмотреть вообще, оно нормально будет смотреться или нет. Наслоиваемость у теней плохая, сразу говорю. Потому что вот я пытаюсь нанести. Ну, нормально вроде выглядит. Но бордовый с зелёным смешивать, конечно, я просто люблю цветовой круг. Такое болото вышло внизу. Нет, давайте я сверху затемнять тогда не буду, раз уж у нас ничего нет. Но я пальцем залезу в самый красивый оттенок, который у меня рассыпался. Потому что мне он кажется таким дуохромным. Кистью я залезать боюсь. И на глаз нанесу сюда вот. Ребята, какой он красивый. Очень похож на однушечку от бренда Ensi. Я тоже брала на Wildberries. У меня было две. Одна была розоватая вроде, а вторая вот такая зелёно-розовая. Это очень красивый оттенок. Как жалко, что он у меня развалился. Не знаю, оставлю ли я себе эту палетку. Ну, ты что дёргаешься, булблик. Он спит тут у меня, он много дёргается. Просто, ребята, у меня столько много палеток. И, понимаете, для себя косметику я покупаю крайне редко. После обзоров чаще всего отдаю. Потому что я не успеваю пользоваться. Мне жалко, что оно лежит, тухнет. У меня складируется. Мне за это так обидно. И плюс я минималист. Всем привет. Блогер-минималист. Особенно бьюти-блогер. Очень смешно звучит. Но я свою коллекцию стараюсь держать в узде. Так сказать. Потому что я недавно думала о покупке большого комода Алекс. У меня маленькие по 6 ящиков. Я думала купить 9. А потом думаю, если я куплю 9, я же буду всё складировать туда. А так я хотя бы сортирую что-то. Раздаю, продаю. Ай, красиво. Вот, честно, ребят, мне нравится. Хоть я и подпортила тут бордо, да, на нижнем веке. Не хватает мне оттенков для затемнения. Потому что я думаю, что не все любят делать какой-то вот мономакияж, да, без затемняющего оттенка. И нет светлого для растушевки. Ладно, со светлым хер с ним, но могли бы уже добавить тёмный коричневый. Потому что тут есть вот такой оттенок, что это дресня. Нет, не дресня пингвина, она зелёная. Я не понимаю, что это за оттенок. Короче, такой тёплый каштанчик. Муравишки. Оттенок муравишки. А мне бы тёмный коричневый хотя бы. Я уж не прошу чёрный, Руби Роуз, но тёмный коричневый было дать мне можно. Я ведь вас люблю. А почему вы меня не любите, Руби Роуз? Беру свой любимый каял от Пупа 006. Блин, я всегда говорю, что это 009, это 006. Экстрим каял зелёненький. Супер топовый каял. Я беру то, что вы можете купить, ребята. Потому что на самом деле я бы взяла Glam Shop. Но Glam Shop немножечко губу раскатал и сделал нам доставку 40 евро. Я не готова платить столько денег. Glam Shop уж. Sorry, not sorry. Я даже не вижу, кстати, этот каял от Glam Shop у себя тут. Я от него не могла избавиться, так как он мне очень понравился. Нашла. Вот он. Он очень классный. Сделаю вам сватчеру. Вообще хороший каял. Надо было тогда, когда я покупала, перед отъездом в Египет, купить побольше всего, потому что доставка была вроде 5 или там 10 евро. Ну ладно, 10 евро это, конечно, дорого, но я готова заплатить. Но 40, извините. Как бы я на 40 евро лучше куплю хайлайтер. Чем весь заказ у меня выйдет на, ну, например, на 30 евро. Еще 40 я за доставку, пф, не, оплатить не собираюсь. Вот инди-бренды, да, должны быть подешевле, а что-то они цены так гнут. Во-первых, продукция дорогущая, во-вторых, доставка 40... Ладно, я сейчас тут буду жаловаться, ныть, сидеть всю дорогу. Ой, зеленые мне больше всего интересовали. Зеленые хорошие, скажу сразу. Хорошие зеленые, достойные. Еще раз возьму темненькие и тут подтушую. У меня сломалась тушевка почему-то. Прям достойная, я бы сказала. Очень хорошо Руберос. Руберос, молодцы. Я хочу, чтобы мне сегодня попалось что-то, что я обругаю. Мне так хочется поругаться. Иногда бывает такое настроение, знаете, вот что-нибудь покритиковать. А мне пока что-то все хорошее попадается. Окей, куда идем дальше? Тут есть красный металл. Ой, какой он суршавый. Но куда мне красный металл? Вот куда, с чем мне его сочетать? С зеленым? Хоть где-то я покритиковала Руберос. Ну, реально, с чем мне его сочетать? Без понятия. Так, я думаю, это мы можем выкинуть. Может взять все-таки флер? Нет, в другом видосе. Так, ну, ребят, у меня есть красный праймер. Давайте мы, знаете, что сделаем. Я возьму, значит, красный праймер. Тут есть бордо. Во. Я положу красный праймер как подложечку. Затемню бордошкой. И бахну какую-нибудь сияшку. Прям мне нравится моя идея. Ну, мне, как всегда, идея хорошая. А потом результат получается дерьмовый. Я вот самую светлую сияшку вижу. Помимо той, что у меня вот здесь нанесена, я ее в уголочек бахну. Значит, нихера я нанесу светлую. Ну, очень красивый, холодный такой оттенок. И вот эту палетку мне бы до в 2016 году. Ай, как бы я радовалась. Где вы были? Руби Роса. И где я была? Одну пальпу купала. Многие жалуются, вот, типа, косметики у меня нет. Там все дорого. Че дорого? Я для кого такие видосы-то снимаю? Когда тестирую трэш с Вайлдберрис, я иногда нахожу такие волшебные вещи. Тут, кстати, еще есть очень красивая горчица. Горчица. О, да. Какая она, ребята, пигментированная. Это самое дорогое в производстве пигмент. Поэтому я хвалю. Мне, я хочу вам горчицу показать. Горчицу. Куда мы ее пихнем? Придумаем. Так, ну я еще хочу красный праймер опробовать и горчицу показать. И все сразу. Блин, какая классная палетка. Жальматовых мало. Тут целый ряд шиммеров. Ну, куда мне столько металликов? Так, ладно, давайте прекратим пиздить на Руби Роуз и продолжим. На кисть такая у меня не очень чистая. Ну, ничего, я нанесу, наверное, ребят на палитру, чтобы точно не ошибиться с количеством этого праймера. Вот, столько взяла. Немножко. У меня шерсть моего сыночка Бублика. Нам уже скоро будет, ребята, 7 месяцев. Через 11 дней. 12 ноября нам исполняется 7 месяцев, и мы очень счастливы. Какой я тролль. Трэш. Ну, ладно, счастье материнства. Может, кто-то себя как бы в этом находит. А представляете, вы хотите родить одного ребенка, а у вас вышло 5. Не, ну, праймер... Ай, Рудковский. Почему тени нельзя сделать такими хорошими, фигментированными? Ну, что мне сейчас с этим делать? Ну, что мне делать? Муравью хуй приделать. Я же капельку всего лишь взяла. Возьму плотную кисть и буду это дело тушевать. Лучше брать для этого искусственную кисть, потому что натуральная она у вас просто вся будет в этом, в пигменте красном. Потом не отмоете ее. Да даже искусственную кисть, наверное, я вряд ли отмою. Тушуется он в розовый. Да, это холодный красный, наверное, потому он в розовый у меня и тушуется. И видите, я села в лужу. Знаете почему? У Руберос нет светлого матового для того, чтобы мне вот тут границу подтушевать. Что мне теперь делать? Сейчас всем прилетит то самое от меня. Руберос и Рудковскому за такие пигментированные базы. А, у меня же пудра есть. Так, я не буду хитрить и брать из другой палетки что-нибудь. Я буду брать то, что я имею. А имею я пудру. Пудра плотная, я это прекрасно помню, поэтому и поедем тушевать здесь. Не, ребята, лайфхак рабочий. Я вот только кистью замахнула, уже говорю, что рабочий. Потому что серьезно, у меня все прекрасно растушевалось. Поглядите. Праймер волшебный. Кисть, правда, у меня уже тоже вся в этом праймере. Но ничего. Это мы отправляем в мойку. Надеюсь, отмоется. Окей. Я хотела затемнять. А давайте я этой кистью-то и затемню, вот этой, которую я уже тут смазала. Надежда только на то, что палитра моя отмоется. Праймер уже на ней застыл. Так что с ним надо работать очень быстро. Но плюс праймеров еще в том, что вы можете купить, например, два или три. Ну, например, три базовых оттенка, да, какой здесь есть, желтый, синий и красный. Вы можете смешивать и получать разные цвета. Это то, что мне бренд сказал. Я смешивать не пыталась, но мне отправили свотчи смешанных вот этих праймеров. И там действительно получились разные оттенки. Еще есть черный праймер. Да, вот он. И его тоже можно использовать, чтобы затемнить, например, красный. Только это надо делать очень быстро, ребят. Так как у меня вот на палитре прошло, наверное, полторы минуты, у меня уже этот застыл красный праймер. У пилуи не так. У них они дольше такие пластичные. Мне нравится, как наносится на красный, сухой уже у меня праймер застыл, как на него наносится это бордо. Но вот сюда повыше, видите, у меня нанести не получается почему-то. И я вижу уже осыпание. Как бы все тени сыпятся, но тут осыпаний не очень много, поэтому ладно, ничего страшного. Неприятность эту мы переживем. Конечно, эта палетка притягивает взгляд очень сильно своими зелеными оттенками. Вот я бы так и пошла. Все, даже блестяшки не надо. Но я вам обещала блестяшку, поэтому бахну что-нибудь. Так вот, палетка притягивает взгляд зелеными и вот этим металликом невероятным. Остальное меня не очень сильно привлекает, потому что, да, много что-то сатинов вот этих. Бордона нижняя века возьму. Без красного, к сожалению, он у меня засох, праймер. Заодно поглядим на пигментацию. Значит, нанесение в один свайп. Посмотрите. Такой полупрозрачный оттеночек. У меня внизу нет праймера, у меня и консилер. Консилера тоже, кстати, там нет. У меня сухой том. Второй слой. Можно было бы на нижняя века карандаш бахнуть, да, и на карандаш наслоить. Все-таки тени, ребят, бюджетные. Тут очень много оттенков и очень много граммов. А не 3 грамма на 20 оттенков, да. Поэтому уж этой палетке можно это простить. И набить на карандаш некоторые тени. Ну как красиво! Ага, что это за пробел тут у меня? Я никак не могу туда нанести тенюху. Что не так? Хоть это и бордо, но что-то коричневое напоминает. Ага, у меня, наверное, залипло на праймере. Тому выше у меня и не затемняется ничего. Мне очень нравится то, что у меня вышло. Ну, за исключением, ребята, вот этих вот пробелов. Хоть я и на праймере работаю, да, но посмотрите, пробелы есть. Если для вас это критично, не покупайте палетку. Я думаю, что сколько она стоит? Мне прямо интересно посмотреть. Сейчас гляну. 473 рубля, ребята. Я 22 сентября купила за, сколько я вам сказала, 473. На данный момент она стоит всего лишь 397 рублей. 300, блядь, 97 рублей. Это ж, это вообще подарок. Это серьезно подарок от Руби Роуз. За 395 рублей за такую цену надо брать и хватать. Но подумайте, тут много металлов. Если у вас есть много каких-то матовых палеток, то это для вас будет находка. Можно как бы вместе их там как-то сочетать. Теперь давайте выбирать блестяшку. Я сделаю сводчи вот этих четырех самых красивых, на мой взгляд. Синие. Oh my god. Синие просто take my soul and fuck me up sideways. А что-то мы не сводчимся с синий. Синий, ебаная, Люся. Так, тут очень хорошо засводчился вот этот розовый, но он развалился, потому что у него очень мягкая текстура. Я поняла, почему именно эти четыре оттенка развалились. Вот эти два, да, и еще вот тут, который у меня, и самый первый. Потому что у них другая формула. Они очень мягкие, в отличие от вот этих двух, например, синих сатинов, которые у меня не развалились. Жаль, что не у всех такая формула, но она, видимо, дорогая. Но все равно сделать палетку в 21 году за 400 рублей с таким количеством оттенков и с такой громовкой, пишите, не 30 грамм в ней. 30 грамм это флер. Тут по грамму в каждом оттенке. 18 граммов, грубо говоря. Это вообще, мне нет слов. Я никогда не думала, что мне понравится дешевая, ну, бюджетная палетка. Так, я еще хочу засвочить вот этот фиолетовый баклажан. Как же я, ребят, люблю такие оттенки, но в который раз уже говорю, что они мне немножко не идут. Куда мне такую красоту нанести? Давайте на нижний век обахну, потому что у меня тут как раз такой баклажан, и вот этот оттенок к нему идеально подходит. Сначала нанесу. Это, конечно, такой маленький нюанс. Нет, на все веко нанесу. Это очень маленький нюанс. Но, ребята, ваш макияж делает красивым именно количество деталей. Конечно, иногда можно сделать какой-то минимализм, да? Думаю, боблик спит под камерой. Можно сделать минимализм и сделать это красиво, но если вы хотите максимализм, да, какой-то, не хочу перекрывать этот волшебный красный. Вот пятно, пятно. Но если вы делаете много оттенков, много теней, то надо помнить про вот это вот то, что совершенство в деталях, понимаете? Тут подбавить, там подбавить. Мне, ребята, не убрать это пятно, вы уж извините. Если я его сейчас буду убирать, то мы тут застрянем на очень долго, но я никак не могу с ним совладать. Нет, вообще не могу. Я на камере вижу пятно, а в жизни не очень вижу. Но на камере вижу. Причем, чем больше я тушую, тем больше оно не уходит, тем больше это пятно видно. Ладно, так-то, в принципе, незаметно, но вот так видно. Теперь что за магия? Что за магия вне Хогвартса? Нельзя, нельзя. Отругаю. Все. Поругались и хватит. И подсъемки. Значит, я хочу розовую блестяшку или вот эту. Она очень похожа на эту. Да, кстати, только она потемнее. И красный перекрывать неохота, и блестяшку вам показать охота, ребята. Что делать? У меня тут форма дышевки странненькая, да? Тут такая хорошая, рабочая, а тут странно. Я на цветных праймерах впервые работаю, на цветной подложке. Вообще впервые за всю жизнь. Я до этого пыталась что-то сделать на матовой помаде Джеффри, когда курс Наталины проходила. У меня вышло. Красиво. Но вот именно не на помаде, а на цветном праймере, я впервые делаю какую-то классную вечеринку. Я возьму клей под эту блестяшку, потому что клей-клеек. Наш спаситель. Тут я вам без клея показала. Нанесение пальцем тоже, конечно, это хитрость маленькая. Но ничего, я же хитрая лиса, Патрикеевна. Клей Тюфейст купить можно в Сифори, Вильдебота или на Кульбьюти. Кульбьюти хитрые жуки. Они больше не снимают налог европейский. То, что я слышала, я на Кульбьюти давно не заказывала. Где теперь заказывать, непонятно. Там так хорошо было, что налог снимался, такая скидка была. 13% все равно хорошая скидка. 13% ведь снимали или больше. Например, палетка стоила 60 фунтов. Я брала за 48. Ну, примерно вам говорю. Так как тушевка испорчена, я здесь сделаю вообще очень круглый такой каткриз. Прям круглый-круглый. Не знаю, пойдет ли мне это. Я такое редко делаю. А может, потом еще сделаю глиттерную стрелку. Ребята, сколько у меня идей. Палетка вдохновляет, кстати. Не сильно, потому что куча сатинов этих дурацких. Но вдохновляет. Мне приятно. Мне приятно. Так, немножко клей подсниму, потому что чуть-чуть переборщила. Окей, подожду, пока он подсохнет. Ну и поехали в блестяшку, которая развалилась. Я даже боюсь кистью к ней прикос... Да, неспроста боюсь. Ребята, она просто разваливается у меня. Если вам придет битая палетка, вы не расстраивайтесь. Можно спрессовать. Я просто пальцем ткнула в нее и все. Я только что залезла не в ту блестяшку, я залезла в эту. Она не так сильно разваливается и крошится, как то, что я вот на этот глаз наношу. Сори, что опять каткризную. Показать вам хочется все цвета. Да, кисть сама, блин, идет вот в эту блестяшку, что у меня на правом глазу. Кисть, прекрати туда залезать. У нас с тобой вот эта блестяшка красивая тоже. Она похожа на эту, но только она более темная. И у нее такая слегка, ребята, коричневая подложка. То есть это навозный жук. Тени по качеству, кстати, похожи на тени немножко. Вот You Can Be Focalure, да, то, что на Алиэкспресс есть. Но больше всего на Деланси, я думаю, да. Возьму красный сатин. Это уже сатин, а не металлик. Он очень-очень плотный, набирается тяжело. Так, и на вот эту тень наносится сложно, потому что она более масляная. Именно из-за этого масло, наверное, отталкивает вот эту сухую текстуру. Видите, почти, надеюсь, что вам видно, почти не наносится. Так, все, тут у меня уже край клея. Клей-клеек, хоть где-то мы оставили красную вещь. Я хочу красную стрелу. Да, чем только ее сделать. Наверное, тенями Influence Beauty сделала. Этими кремовыми. Вот такая вечерина, ребята. Я чуть-чуть подправлю, наверное, внешний угол вне камеры. Хотя нет, давайте сейчас подправлю. Все, сделаю стрелы, ребята. И вернусь к вам со сводчами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Готово. Ребята, ссылка на вот эту ресницу есть в описании. Это, по-моему, J022 или A22. Я их постоянно путаю, но они длиной не отличаются. Они отличаются расположением ресниц. То есть, вот тут такие идут как пучки на ленте. А у другой они идут как бы вот, ну, друг на друга наслаиваются. С нахлыстом. А по длине и по форме не отличаются. Поэтому отличие особо будет не видно. Значит, что я могу сказать? По поводу теней, да? У меня почти ничего не скаталось пока что. На этом глазу клей, поэтому он тут может скататься. Так как формула очень такая нежная у Металлика. А здесь вообще ничего не скаталось. Но, ребята, есть осыпание. Я никогда не убираю осыпание. Потому что, конечно, макияж выглядел бы аккуратнее, если бы я тут все почищала. Но я не хочу. Я хочу, чтобы вы видели реальность. Да, осыпание есть. Поэтому лучше работать на клею. Хоть я и пальцем наносила, у меня все равно почему-то все осыпалось. Но не критично за 400 рублей. Сори, блин, палетка реально хорошая, рабочая. А эта ресница у меня от Анастасии Беверли-Хиллз. Это So Hollywood, да, ABH. Хорошая ресница, такая повседневная. Редко их клею. У нас с вами еще есть блеск от соды. А это я сама не купила. Во-первых, мне пришел пиар. У меня, кстати, уже карандашик нанесен в оттенточке Whip. Когда я светлая, он на мне, ребята, вот такой более коричневый, что ли. А сейчас он на мне какой-то розоватый. Удивительно. Ну, в общем, Whip я нанесла с надеждой на то, что у меня будут коричневые губюхи. Но нет, они розовые. Значит, как мне достался сода вот этот блеск? О, наклеечки. Сода, спасибо. Мне пришел пиар. Мне пришли две коробки от Beauty Bay. У них есть такие наборчики. The Backstage Beauty Box и еще какой-то Beauty Box. И вот этот мне попался вроде в Backstage. В общем, есть такой синий, фиолетовый и коричневый. Этот в коричневом был. Блеск металлический. We got you, babe. Bleep glass. Окей. С сроком все хорошо, кстати. Сделано в апреле 2021 года. Аромат не какущий. Блеск металлический. Я вообще думала, это металлическая помада. Ну, конечно, такой пластик. Ну, ладно. Я всегда соду критикую. Посмотрим на блеск. Дуохромный. Красивый блеск. Красивый. Окей. Я его даже, наверное, себе оставлю. В последнее время что-то блески полюбила. Это вообще на меня не похоже. Симпатично. Нанесу побольше. Он такой неплотный. Я поэтому карандашик-то и нанесла, потому что оно особых надежд не возлагало. Это больше как топпер. Оттеночек у меня, кстати, 120. Diamond Sugar. Diamond Sugar. Окей. Так, что мы сегодня тестировали? Вообще-то я приволокла вот эту помаду от Maybelline. Моя любимая Superstay. Но я не люблю эти помады на самом деле. Wait a second. Слушаю. 200. Да, это я. Ну, 2 минуты могу. Окей. Мне не нужен кредит. Постоянно меня сбивают. Мне опять предлагали кредит. Такое ощущение, что все равно со мной говорил робот. Меня зовут Максим. А меня зовут Google женщина. Я тоже умею говорить голосом робота. И прикидываться, что я человек. Значит, я приволокла эту помаду. Вот, что я вам говорила. Это мои самые нелюбимые помады Superstay Matte Ink от Maybelline. Натенок у меня 90. Huntress. У меня он был. Я его брала вообще очень-очень давно. Даже, видите, еще не вскрыла. Купила я. В этот раз ее в Турции. Выкинула, потому что она стухла. Но, ребята, ее вообще нереально смыть. В ней 5 миллилитров. Это очень много. Давайте покажу тогда в турецком видео, которое у меня будет про турецкий масс-маркет. А пока сделаем пару сводчей. Окей, у меня что-то ресницы отваливаются. Ну-ка, блядь, на место пошла. Трэш. Не надо мне звонить. Напоминаю, что в палеточке 18 оттенков, из которых всего лишь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 матовых и 11 металликов. Куда вам это? Ну, это уже ваше дело, если вам она нужна. Но она классная, ребят. Она хорошая. Так, сначала я сделаю сводчей матовых, потому что их тут всего лишь 7. И горчица, ребята, волшебная горчица просто орет мое имя. Зря я не сделала сегодня с ней макияж по поводу вот этого, кстати, оттенка баклажана. Ребята, он потускнел. Вот на нижнем веке здесь у меня его уже не совсем видно. А здесь он вроде на месте. И даже на нижнем веке. Ну, потому что у меня тут еще металлик снизу, поэтому он на месте. Кстати, я испортила макияж. Стрелу такую тут сделала ужасную. Забыла вам напомнить. А еще тушь, тушь, дерьмо. О, ребят, тут такой смешной аппликатор. Я так ржала, пока снимала вам пролеты. Это вообще-то что такое? Что тут за какашечка? Wet in wild. Расстраивайте маму. Ну, короче, тушь мне не понравилась. Она вообще ничего не делает. Ей тяжело прокрасить ресни. То есть у меня здесь длино, здесь коротко, здесь опять длинно. Что такое? Верхние вообще тоже было тяжело прокрасить, поэтому тушь однозначно нет. Она немножко ресни мне сделала такими сухими. Но мне не нравится. А по поводу лайнера, он, кстати, делает как будто такой сухой глаз. Я не знаю даже, как это объяснить. Лайнер очень сухой. И посмотрите. Надеюсь, что вам будет видно. Я на монтаже, если что, приближу. У меня черепашья века. Мне очень сильно глаз стянуло. Потому что я когда крашу стрелы, я делаю вот так. А потом, ну, оно застывает. И видите, у меня тут текстура очень некрасивая. Но этим лайнером удобно прорисовать вот всякие мелкие штуки. И тут фетр. И здесь много продукта, кстати. 5,8 мл. Походу, мы любимую подводку Essence сняли с производства, потому что ее нигде нет. Я не знаю, чем мне теперь пользоваться. Я не знаю. Это моя самая любимая подводка была многие годы. Потому что там удобный аппликатор. Там хороший продукт. Там много, большое количество подводки вам дают. Чем мне пользоваться теперь? Я не знаю. И в Сен-Лоран, что ли, он делает иногда тоже такую же штуку. Но не так сильно. Однако, тоже он такой суховатый. Чем мне пользоваться в Лети Essence? Ну, что за трэш? Вы издеваетесь надо мной? Я вас так долго поддерживала. Ладно. По поводу этого оттенка. Он даже на руке у меня потускнел. Поэтому это такой оттеночек провальный. Лучше его, наверное, на праймер наносить. Три у нас осталась оттенка. И, ребята, тускнеет. Тускнеет. Да, зеленый вообще не видно. Что такое зеленый? А вы живы? Ну, на праймере пигментация была. Как видите, зеленые не потускнели. Я вот смотрю, вроде нет. Какой я решила наслоить светлый, который я брала. Да. И темненький на слое. Я обычно свотчи не наслоиваю, если вы вдруг впервые пришли ко мне. Ну вот. Просто надо смотреть, как тени ведут себя на глазах. А не на свотчах. Я вам это уже говорила сто пятьсот раз. Что, идем дальше. Просто свотчи можно наслоить, да, до какого угодно состояния. А как бы как выглядит тень, вы можете поглядеть в палетке. Но тени должны свотчиться хорошо. Данные тени свотчатся так средненько, работают в разы лучше, чем свотчатся. Так, красный свотч я вам делала. Ну, ладно, еще раз сделаю. Тут коричневые такие симпатичные, их тоже сделаю. Пожалуйста. Это все, скорее всего, ой, нихера какой кремовый, сатины и металлики. Сейчас я погляжу, что из них сатин. Красный точно сатин, он самый-самый сухой в палетке, а вот эти вот прям тянутся. Посмотрите, как коричневый растянулся, даже дотянуть его могу сделать себе такой красивый браслетик. Так, это металлики, да, металлики, но красный вообще такой какой-то плешивый, он даже наносится плохо. Но, ребят, красивые коричневые вот эти металлы, это не сатины, вроде бы. Особенно мне вот этот нравится, который светлый, но тут он какой-то темный немножко. Так, синий еще раз тогда, да, за сводчем. Это был, кстати, коричневый из верхнего ряда, который рядом с красным. Так, давайте синий, я посильнее их наслою. Они тоже твердые, такие же твердые, как и красный. И мне интересно сделать еще сводч вот этого, который у меня рассыпался. Красивый, красивый. Так, напоминаю, синий я очень сильно набрала. Обычно я делаю один-два сводча, тут я прям натирала. Вот этот не натирала, потому что он развалился. Это тоже очень красивый такой нежный белый голубь. У меня вот ассоциации с такими цветами, знаете, такой голубь, который белый, и он такой летит. И вот у него крылышки переливаются таким вот красивым этим, как называют, сиреневым оттенком. У меня на пальце почему-то он не такой сиреневый, как здесь. Но помните, у меня Иса высокий, поэтому я вам кажусь светлой. Ребята, я очень темная, я очень загорела. Поэтому сводчики здесь выглядят так. С другой стороны, видите, как белое, здесь у меня оттенок кожи поглубже. Сравним меня с рукой. Поэтому это, знаете, что сводчи могут выглядеть ярче, чем, например, на вас, если у вас очень светлый оттенок кожи. Вот такие, ребят, сводчики. Синих я набрала много. Но у меня вопрос к Руби Роуз. Ладно. Ай, бля, моя рубашечка. Если мы будем делать синий макияж, зачем нам затемнять? Бордовым? Ну, может быть, будет выглядеть нормально. Тут, кстати, не синий, а фиолетовый. Вот этот вроде, да? Фиолетовый, но это очень красивый. Однако, они так же сложно набираются, как и красный. И с чем мне их сочетать? С бордош, что ли? Или тупо наносить синий металл? А, такое себе. Поэтому немножко палеточка нелогичная. Нет темного, коричневого, например, чтобы вот с этим использовать. Но кто-то, я знаю, ребята, многие, кстати, затемняют себе века сатинами или металликами. Ну, не знаю, у меня века, конечно, не текстурированы, но таким я не занимаюсь. Поэтому, ну, не могу вам ничего сказать. Для вас это, наверное, будет не минус. Мы сбросили хоть нашего Максима? Надеюсь, что сбросили. Потому что он сказал, 2-3 минуты, это займет вам удобно говорить. Я сказала, ну, 2 минуты могу говорить. Он никак не отреагировал. Может, и хочет говорить голосом робота, я не знаю. Но я бы справилась с этой задачей идеально. Просто потому, что я умею говорить без интонации и умею ставить ударение не в правильном месте. Хоть и сейчас я проставила все верно. Больше свочи делать, ребят, не буду, наверное, потому что я вам уже все показала, кстати, кроме вот этих рассыпавшихся металликов. Ну, ладно, я давайте их тоже засвочу очень-очень аккуратно. Мне просто их жалко. Это вот один из рассыпавшихся металликов. Это один с правого края палетки. И вот это то, что у меня на этом глазу. Ну, ладно, давайте еще сделаю то, что у меня на правом, потому что это очень красивый оттенок. Вот, пожалуйста, такие свочарушки получились. Очень палетка красивая. Но, напоминаю, нелогично. Я вроде бы засвочила все. Знаешь, 17, 18? 18? Да, я все засвочила. Еще раз, пожалуйста, обратите внимание, ребята, на свочи. Но не на эти, потому что они сильно нанесены. Я бы сказала, что палетка работает получше, чем свочица. Но свочица тоже, блин, неплохо. Посмотрите на эту горчицу, чего только одна горчица стоит. И эти металлики. О май гад. Ну, такие вот тут металлики тоже есть повседневные. Я бы вам ее советовала. Я бы поставила ей, вот судя по масс-маркету, да, вообще, наверное, первая палетка, что ли, которая 10 из 10 поставлю. Так, нет. Мне надо подумать. Подождите. По поводу блеска, кстати, он ощущается таким немножко плотненьким, что ли. Удивительно. Не знаю, ставлю ли я себе, ребят, блески я не очень люблю. Поэтому немножко не моя вечеринка. Мне немножко с ним, кстати, некомфортно. Такое бывает редко. Окей, что я могу сказать по поводу Руберос, наверное, я бы поставила из-за того, что, ребят, логика, да, куча здесь металликов и вроде бы ни одного сатина. Хватит ездить, блеск. Я ставлю 8, ладно, 8 с половинкой, потому что хорошо палетка работает. Но кроме вот маленьких осыпаний, да, вот этого металлика, в целом проблем нет. И сыпется вот этот баклажанчик и тускнеет. Поэтому у нас тут такой вот минус есть. Потускнение и осыпание баклажанового оттеночка. А так, блин, спасибо, что выпадаешь. Ребят, подумайте, подумайте хорошо. Ну, она стоит 400 рублей. Правда, я купила за сколько? За 500. Но сейчас какая-то акция, видимо, она стоит там 300. Сколько? Я не помню, я вам сказала, 95. Думаю, что за 395 рублей это, блядь, находка. Потому что, ну, я вам показала, как все работает. Надеюсь, что если вы купите, вы не разочаруетесь, ругать меня не будете за совет. Но я вам дерьма не посоветую. Формула похожа на тени с Алиэкспресс. Действительно, я вот сейчас поняла то, что наслаивается оно так вот сложноватенько, да. Но металлики тут просто вообще продать душу. Тускнеет и, да, наверное, Delancey can be что-то между вот этими. Если судить по палеткам с Алиэкспресс, да, если вот сравнивать бренды, то примерно такая вечеринка выходит. Что еще я тестировала? Базы от Ал Рудковского. Это вообще находка. То есть, я бы вам советовала их. Да, я протестировала пока что вот этот, ну, такой бежевый оттенок, красный. Я еще тестировала. Но я делала остальные сводчи все. И сводчи действительно яркие. Базы прекрасные, ребята. У меня нет слов. Кисти тоже, кстати, хорошие. Я вам их, правда, еще ни разу не показала. Но у меня есть кисть для лица одна. Она, по-моему, сейчас в мойке у меня лежит. Да, мне ее помыть надо. Я брала ее с собой в Турцию. Вот эти две тоже брала с собой на отдых. И, ребята, это шикарные кисти. Они очень хорошо работают без каких-либо проблем. В принципе, у меня нет плохих кистей, которыми бы я пользовалась. У меня все кисти хорошие. Но вот эти я могу выделить. И могу выделить это Геф Муа. И могу также сказать, что хорошие кисти у Миши Ведяева. Но не все. Не все мне подходят. Например, для бровей я не понимаю. А моя любимая кисть, потому что вы часто спрашиваете для контуринга, это вот эта от Миши Ведяева. Ей уже несколько лет, поэтому она у меня такая, знаете, потраченная. Надо новенькую купить будет. Вот. Еще кисти By Star мне отправляли. Тоже хорошие. Я вот пользуюсь одной для бронзера. Да, это By Star кисть хорошая. Другая кисть у меня еще для пудры есть. И кисть для бровей от By Star тоже нравится. И вот это я наношу жидкий контур. Проблем нет с ними. То есть все мои кисти хорошие. Вот у Данс Ай, правда, слишком огромные. Ну, ладно. В целом, то, что я сегодня протестирую... Подождите, мы не закончили. Я уже тут полезла. Он что-то говорит левое. Значит, хайлайтер. Любите такие сатиновые хайлайтеры? Пожалуйста, да. Но это не для меня, поэтому я его подарю кому-нибудь. Мне не нравится то, что я себя почти не вижу. Он не отражает. Он так сияет слегка. То есть такой легкий сатиновый эффект. Вот мне не нравится такое. Я предпочитую вот прям отражение настолько, что мало не покажется, что все ослепнут. И если мне неправильно на паспорт зафоткают, то я смогу повернуть голову и все, меня перефоткают. Как бы нам вспышка не нужна. У нас тут две свои вспышки есть. Мне нужен такой хайлайтер. Пудра очень жаль, что развалилась. Упаковка вообще некачественная, могу сделать вывод. Но, ребята, пудра очень классная. Она похожа по плотности на L'Oreal, которая Powder Foundation. Очень похожа. Такое ощущение, что это реально Powder Foundation. Типа тон в формате пудры. Она шикарная. Тут, кстати, тальк есть или нет. Тальк на первом месте. Поэтому, если у вас аллергия на тальк, или вы не хотите получить асбестом в лицо, может, вы Руберос не доверяете, то не надо. Естественно, тут нет асбеста. Это же не палит, а Руберос. Очень-очень хорошая пудра. Прям вот, ну, меня поразило. Меня поразить тяжело, и чтобы я ее еще себе оставила. Но у меня уже лицо сияет. Она супер плотная, но, как видите, мы сияем, ребята. Мы сияем дальше, чем видим. Ну, какие мы, это я сияем, да, с чем вижу. В целом, я пудрой довольна. И вообще, бренд Руберос действительно хороший. Wait a minute for cheeks, eyes, or anywhere you want to glow. Окей, интересно. Так, пудру светую, хайлайтер смотрите сами. Я покупать не стала. Так, лайнер, подводочка. Мне нравится, что здесь 5,8 литров. Мне не нравится то, что тут грубый очень фетр, и сама подводка сухая какая-то, то есть стягивает века. Почему тут еще написано Delineador Liquid Opreto? Почему на португальский, португальский, ребята, кто же в Португалии или в Бразилии? Скажите, пожалуйста, у вас популярен Руберос, что ли? Почему тут написано? Может, это испанский? Хотя вряд ли. Скорее всего, португальский. Сделано в КНР. Китайская народная республика. People's Republic of China. Why the dawn's early light? Wait a second, это US гимн. А у Китая какой гимн? Тилай. Ладно, не буду вам петь китайский гимн. Значит, тушь, вот эта тушь, это трэш. Это трэш Wet n' Wild, I'm sorry. Кстати, Wet n' Wild хотели мне пиар отправить, но ничего страшного, я дождусь. Вот, мне не нравится эта тушь. Мне не нравится. У Wet n' Wild классный хайлайтер, но тушь днище, ребят. Потому что кому нравится такая кисть с набалдашником на конце, может быть, вы оцените ее. Но мне неудобна сама кисть, потому что формула-то у туши может и неплохая, но кисть вот эта, аппликатор неудобный, поэтому это трэш. Что еще все? Что все, что ли? Что еще это стирала? Неужели все сода? Я блеска ощущаю, поэтому я от него избавляюсь. Не все блески я ощущаю, не все. Например, блеск от Ларак я не чувствую. Не потому что это Ларак, а потому что блеск хороший. Что я вам советую брать? Если брать что-то одно от Руберос, это, ребята, наверное, или пудра, или палетка, потому что палетка шикарная. Эта штука много продукта, недорогая, но если вы рисуете маленькие стрелочки, вам понравится, так как тонко можно прорисовать, но стягивает века. Пудра плотная. Если плотные текстуры не любите, вам пудра не понравится. Если любите что-то легкое, такое финишное, нет, не берите. Любите плотность, берите, да, потому что я оценила. Палетку можете взять. Хорошая палетка. Я довольна. И тон тоже, смотрите, ребят, тон очень плотный. Кому как. Он, наверное, даже плотнее, чем Maybelline, и делает глину. Я уже вспомнила, что он делал. Такую небольшую глину часов через пять. То, чем Maybelline вообще не занимается лично у меня. Особенно Maybelline 30 часов, который обновленный. Старый Maybelline был примерно такой же. Поэтому плотный дешевый тон, пожалуйста, например, для фото вам надо, но вы не хотите тратить деньги на тот же самый Maybelline. Этот дешевле в разы. И базы от Аль Рудковского. Ребята, это находка. Но я не знаю, сколько они стоят, потому что стоимость в гривнах, а я не умею высчитывать курс. Постоянно то доллар падает, то рубль растет. Это не очень приятно, на самом деле, когда доллар падает. Ну-ка, доллар обратно расти. Мне это важно. Значит, что здесь у нас? Хорошие базы, хорошие. Все, я очень довольна сегодняшним тестом. Что крайне редко, что без Ватберес ушла довольна с этих тестов, потому что обычно я покупаю такую дичь. Но мы иногда, ребят, с вами находим золото среди этой дичи. Вот, например, бренд Ruby Rose. Я думаю, что он достойный среди именно бюджетной косметики. Если брать ценовой сегмент в пределах 500 рублей, 500-500. Привет всем, я лингвист. Как видите. Я бы вам советовала Ruby Rose. Что у нас еще есть? Вот, Fleur. От Fleur я немного пробовала. Я пробовала помадки, пробовала пудру точно. А что, все что ли? Эстрад, я не знаю, настолько ли он бюджетный. Но вот Ruby Rose прям, ну, хорошо. Знаете, хорошо. Знала бы я о нем в году 2016, что они до сих пор тогда существовали. И в 2021 они существуют. Я бы, наверное, пользовалась Ruby Rose. Потому что я покупала случайным образом паль. Даже не знаю о том, что это паль. Ну, помимо теней теней-то, я знала, что я беру паленая. Так что, как видите, можно найти хорошую косметику и в более, вообще даже, бюджетном ценовом сегменте. Я уже не говорю про средний ценовой сегмент. Типа масс-маркета, например, Maybelline, тот же самый Max Factor, да, есть вещи дешевле и тоже качественные, неплохие. Окей, ребята, я, наверное, пойду. Что у вас есть от Ruby Rose? Может, мне что-то еще стоит купить? Или Fleur протестируем? Потому что палетка-то у меня есть, а всего остального от Fleur у меня нет. И мне стало как-то даже уж интересно и Fleur протестировать. Я помню, у моей бабушки были раньше Fleur помады. И эти помады красные, это ведь тоже Fleur, да, были. Вообще у нее было их целых три. И они были розовые. У меня бабушка до сих пор любит розовые помады, такие с перламутром. И мне не то, что так нравится, так она крашивает. Вау, я красотка. А как только на улице выйду, сразу помаду смываю. Ну, потому что мелкая была. Мне было лет 13, хотя это уже не мелкая. Я, блядь, работаю с 12, ну ладно. Я, кстати, на улицу крайне редко выхожу с помадой. Ну, потому что маска, во-первых. Во-вторых, я имею такую огромную коллекцию помад, но я их не ношу. Всем привет. Я не знаю, зачем мне столько помад. Спасите, помогите. Ребята, что мне дальше протестировать с Wildberries? Мне очень интересно узнать, какие вы бренды нашли. Какие-нибудь странные, может. Потому что я сейчас собираю видос с Wildberries косметику. Но я собрала не все. У меня не хватает, по-моему, пудры какой-нибудь странной. Я хотела купить странную подводку, но она закончилась. Я удивлена вообще, что кто-то покупает непонятные, неизвестные бренды. Но, наверное, люди смотрят на цену. Вот, поэтому я жду от вас предложений. И всем хорошего дня. А кого день рождения? С днем рождения. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо и понравилась моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк и оставить свой очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой инстаграм, куда я выкладываю свое прекрасное, замечательное и красивое лицо. Всех люблю. Всем пока. Спасибо, что ездите, когда я снимаю. Сколько волосы не выпрямляю, все равно завьются. Покажется, что все ослепнут. И тот, кто завтра мне будет фоткать на паспорт... Ладно. Продолжение следует...